Всем привет! Плакать могут все, но только неприлюдно. Не каждому дано разреветься перед другими людьми, но ведь это же отличный способ манипуляции. А еще умение вызывать слезы бывает очень полезным на съемочной площадке или даже в семейной жизни. Для этого стоит научиться нескольким трюкам, чтобы вызывать слезу без всяких усилий. Для начала вам придется избавиться от стеснения. Многие люди не плачут, даже когда им очень больно, потому что боятся, что их освудят, что плохо подумают или будут смеяться. Понаблюдайте за другими и вы поймете, что только в детстве капли из глаз были чем-то негативным, а во взрослой жизни это средство добиваться своего, а также способ выражать настоящие эмоции. И в таких проявлениях нет ничего плохого. Самый простой способ вызвать слезы это просто не моргать. Удержите глаза широко открытыми несколько секунд. Поверхность глаз начнет высыхать, а капли из слезных протоков будут способны восстановить водный баланс. Можно отвернуться и потом поднять заплаканные глаза, но лучше заранее все же потренироваться. Заплакать можно и от лука, его стоит лишь понюхать или порезать. Этот вариант подходит для съемок или театра. В реальной жизни вас выдаст запах этого растения, поэтому будьте аккуратны. Похожим способом является и ментоловый бальзам или звездочка. Нужно нанести небольшое количество на кожу под нижнее веко. Яркий запах обязательно вызовет слезу. Будьте очень аккуратны, чтобы не это вещество не попало вам в глаза. Используйте специальные капли, это натуральные слезы. Это безопасный способ вызвать даже истерику. Они будут катиться как настоящие, но чтобы это воплотить, придется отойти на пару минут, чтобы незаметно их закапать. Купить подобное средство можно в аптеке и важно придерживаться инструкции по применению. А еще можно просто сделать себе больно, например, выдернуть волос из носа или из брови. Это тоже может спровоцировать слезоотделение. И это можно будет сделать почти в любой атмосфере и все будет казаться очень естественным. Чтобы выдавать слезу, нужно вспомнить что-то ужасное, например, обиду, тяжелое потрясение или что-то другое. У каждого это может быть свое. Просто проиграйте тот момент в памяти и слезы навернутся на ваши глаза сами. С первого раза это может получиться не у всех, ведь привычка скрывать эмоции мешает, поэтому тренировка перед зеркалом будет не лишней. А если не хочется думать о неприятностях, то вспомните о фильмах или литературных героях, которые вас потрясли. Особенно вызывают реакцию образа из детства, например, картина о том, как Герасим топил муму, может тронуть сердце и помочь реализации задуманного. Но самое важное, это не просто сыграть слезы, а быть искренним, чтобы люди вокруг поверили. Поэтому поищите в обстоятельства вокруг себя что-то плохое, присмотритесь и возможно слезы сами начнут струиться без специальных воздействий.